И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Warg Survival of All, все так же на Генезисе втором. Сегодня мы пойдем за Ноглином, но Ноглина у меня на карте, увы, нету, поэтому будем запускать деспаун Диносов, то есть диких Диносов будем деспауровать. Это во-первых. Во-вторых, я хочу вам показать вот этих вот четверых чуваков. Пока что я четверых вывел, они у меня максимального левла, чтобы не тратить время, я установил мод, который прокачивает всех и всяк, чтобы не тратить время, потому что, ну по сути, они мне сейчас нужны будут только на босса. Черт побери, если бы я знал, что няня вот настолько работает, вот так вот она работает правильно и настолько хорошо, а я бы их уже давно вывел, уже давно прокачал. У меня было дофигища времени, когда я просто тупо тратил время ни на что, можно так сказать. Да, сейчас же, дабы не тратить время, я установил этот мод. Ну и задано, по ходу дела, прокачал всех остальных тоже до максимума. Вот, ну это так, лирика, лирикой. Но, благодаря тому, что они у меня на 100% привязанность, у них здоровье прокачивается намного быстрее, ну из-за привязки, соответственно. У них изначально здоровья больше, прокачивается все намного быстрее, то есть, к примеру, вот я всего лишь плюс 15 вкачал, там плюс 9. Ну и разница, видите, 30 и 99. Ну, как бы разница в 3 раза, хотя здесь прокачано даже меньше, чем в 2. И вот, собственно, здоровье и урон. Здоровье докачивал до сотки, единственное, у кого-то было меньше здоровья, то есть, природного здоровья было, видите, 27 пунктов, у остальных по 31 пункту. Вот, это что касаемо будущего, назовем это так. Таких я буду выводить еще несколько, ну, выводятся они быстро, как я уже и говорил, благодаря вот этим эффектам, она просто одиночная, только рождается и сразу же уже по новой, это, по новой выводок производится. То есть, по сути, с яйцами, я думаю, там просто было вот это вот, и яйцами динусов. Ну, бог с ним. Короче, ноглины. Я очень надеюсь, что у меня сейчас все пойдет по плану. Вот, прописываем, дестрой, wild, wild, dinos. Кстати, мы не прописываем чит, нет, мы не прописываем чит. Севе, да ёптв, севе, ну, пофигу, давай, севе пропишем сначала, дестрой, wild, dinos. И сейчас, если в зелененькие исчезнут, моя сейчас игра зависла просто, если зелененькие исчезнут, то, нет, мы ищем ли беленькие, это хорошо, исчезли беленькие, это означает лишь одно, зелененькие, то есть все притомленные динусы остались, а дикие динусы, как видите, оп, и исчезли. Ищем ноглинов, ноглинов, понятное дело, нету, потому что мне нужно будет сгонять в пещеру, в ту же пещеру, где они вообще изначально тусуются. Пойдем на дельфинчики, дельфинчик у меня, естественно, прокачанный, вот, и уже попробуем прогрузить пещерку. Кстати, да, тут еще с дельфином, я не знаю, что за фигня, но, что это такое? Нажимаешь на пробел, и вон какой-то взрыв делает вокруг себя, в огромнейшем радиусе, просто огромнейшем радиусе, то есть я вот сейчас на максимум одолелся, нажимаю, оп, и вот какой у него радиус. То есть, ну прям, и урон-то вроде никому не наносит. Вот, это, что касаемо дельфинчика. Ладно, погнали, короче, в этот, я думаю, не будем терпортироваться, а так сгоняем, не гонял я на нем, что поделаешь. Интерфейс, конечно, очень кайфовый. Вот прям кайфовый интерфейс, дельфинчики. Прям, ой, прям вот это вот футуристи, ядрить ее, растутать. Прям кайф. В целом, Ноглин тусуется, о, кстати, да, а если в так, то, хоп, и этот открылся, и какие-либо способности отключились. Блин, прикольно. То есть здесь, по сути, у него типа два интерфейса. Короче, Ноглин тусуется вот по вот этой полосе, по всей полосе и в пещере. В пещере, понятное дело, его больше, но если есть возможность поискать его на улице, скажем так, то почему бы не поискать его сначала на улице? Вот, поэтому полетаю, посмотрю, и потом уже будем смотреть. В целом, он по координатам по вертикали от 46 до 50, что там, примерно до 56, то есть так вот. И по всей ширине, то есть слева направо во втором кольце. То есть, как бы, это тоже стоит учитывать. Прежде чем нырять в подземку, есть смысл поискать так. К примеру, вот я уже здесь пролетел, да, немножечко. Оп, пожалуйста, вот они трое уже заспавнились. Эммм, 108-й. Ёшкин код 108-й левел. Блин, да это же топовый. Для меня это топовый, идите в жопу. Для меня это топовый, офигеть. Ну, клёво, клёво, клёво. Томиться он, конечно, отвратительно. Отвратительно в том плане, что тяжело. Тяжело и отвратительно. Но, я сейчас перед записью глянул на такой вариант, как его томить. И мне он понравился больше, чем то, как я думал его томить до этого. Кстати, да. Прррррр, тормози. Дина спавнится по всей карте только благодаря прописанной команде в стиме запуска игры. То есть, по-другому они спавнятся, ну, очень фигово. Так, вот. Ты не ног, ну... Или нет? Точнее, не очень фигово они спавнятся. Они вообще нифига не спавнятся. Они спавнятся тупо вокруг тебя, а потом исчезают. То есть, даже вот этот мод, он не будет работать. Это, что касается ла-ка-ла-ки. Твои мать, ну ты серьезно. Ты посмотри... А, подожди, господи, у меня же просто это... Я обосрався. Так, отлично. Я же просто открыл этот, и он, соответственно, сразу же сбросил этот поиск. Вот он, наглянувши. Ммм, да смотри, какая раскраска у него. Ну, попробуем. Попробуем. Что для этого нужно? Мне нужно сейчас притомить несколько динусов. Притомлю, наверное, лучше каких-нибудь черепах. Можно притомить диплодоков, и типа на диплодоках тамить. Но эти собаки огромные! Да, они не наносят урон, когда что-то где-то. Ну, что собаки огромные, как не знаю. Поэтому лучше черепахи. Почему черепахи? Они бронированные козлы. Вот. И сами по себе урон мало наносят, и бронированные. То есть, плюс, можно немножечко подкачать их в хп-шку, и проблем не будет. Вот. Поэтому сейчас сгоняем, притомим черепашечек каких-нибудь 120-го левела по-быстрому. И уже будем надеяться, что вот этот не задиспавнится. Но если задиспавнится, что поделаешь. Притомлю, наверное, 6. 6 черепах, чтобы было. Вообще, все там мят 6. Не знаю, насколько это адекватно. По идее, должно хватить и 4, если флевел маленький. На моих ритах я вообще думаю, там двоих хватит. Вот. Ну, притомим. Насколько, короче, притомлю, столько притомлю. Если что, да, это часть томления. Как ни крути. Много воды, но как ни крути. Часть томления, черт побери. Вот такая, братва, у меня получилась. Прикольные. Красненькие, желтенькие. Прям вообще-таки, ух. Прям выделяются. Клевые. Вот. Ну, есть возможность, почему бы и не вкачать их. Соответственно, да, при переходе на следующую карту я обязательно этот мод удалю. Блин, это сразу такая халява. Да, как бы смысла в этом нету. Томил я всех 120-х. Смысл в том, что я их прокачивал 0. Только лишь в том, что они сами себе меньше урона нанесут в процентном соотношении. Ноглин же хавает процентное соотношение. В целом, что я видел в том видосе, которое... То есть, первое. Это, типа... Я видел, как... Загоняешь в ловушку. Обстраиваешь. И потом уже... Томиш. Второе, что я видел, это... Уцепляешь. Потом обстраиваешь его. То есть, вот таким маленьким фундаментом. Только ты ставишь на эти... Основу для фундамента... Да, основу для стен. И потом уже обстраиваешь вокруг. Я же подумал, ну блин, у меня есть скиф. Скиф он должен поднять. Проверил, поднимает. Вот. Поэтому летим. Секунду. Смотрите. Сколько этих козлов на карте появилось? Козлов и козлих. Сколько их появлялось? 61. Когда их было не одного... Бог с ним. Но теперь их 61. Уроды. Одним словом. Вот. Ладно. Лирика. Но бог с ним. Погнали. Я уже... Вот, я уже этого ногорина цеплял, ну вот, поэтому, это прям около здесь, около меня, около здесь, это прям вообще слово прямое, вот, но, цепляем ногорина, отлично, горцуем к ловушке, Вот эта синяя полосочка, это куда Ноглин полетит, если я его сброшу, так как мы же двигаемся сейчас. Можем попробовать попасть в кольцо, конечно, но смысла в этом не вижу. Опускаемся ниже, чтобы более точно настроиться. Чутка правее. Отлично, прям точно в цель, точно в коробочку. Точно в коробочку, это то, что мне нужно. Теперь... Отлично, сразу согрелся. Пытается. Призываем всех карбонемесов. Можно призвать с помощью мода, можно призвать с помощью креоподов. Вообще без разницы, что делаете, то хотите, как хотите и зачем хотите. То есть это уже ваше личное. Что хочу, то и верчу. Вот. Шесть, все шесть. Отлично. Теперь... По идее... По идее, я сделал все правильно, и он должен... ...напасть. Но... Черт его знает, как оно пойдет дальше. Давай немножечко отлетим. Единственное, что может сработать такая фигня. Ловушка, он не захочет агриться, так как замкнутое пространство. Он не захочет агриться на... ...динусов. Кстати, всех надо поставить на пассивыч. Вот это я и забыл. Так, стэк. Вот, пассивка. Ага. Ой, там чё... Ой, там музыка из Кёрча, прикольно. Так, вот, нужно ли ему накинуть торпор? А-а-а-а, подожди, подожди, подожди. Тебе же нужно вроде бы торпор накинуть. Иди сюда. Собака. Да ёптывуешь за ногу. Да ёптывуешь за ногу. А я тебе сейчас задану чем-нибудь. Иди сюда. Пиздюк. Пиздюк, ты сюда. Навернись. Чё-то я кулаками дофига чё наношу. Урона, в смысле. Слух, чё-то, короче. Хм. Тушь, я же тебя... А, о, отхилялся. Отлично. Ну-ка, давай попробуем тебя оглушить полностью. О, проснулся и пошёл творить добро по всей земле. Так. Ну-ка, прям по 73 дамажат. Так, это мы всё. Вот, мне нужен ноглин. Вот, пошло у него приручение. Сейчас он, по сути, прыгнет на одного, прыгнет на другого. И так далее. Единственное, что хпху, конечно, отнимает, дай боже, как сильно. По идее. Да-да-да, вон, видали, сколько он хпхи отнял? И это не уроном. Он отнял именно в процентуре с помощью томления. Слушай, может не хватить, что ли, черепах? Ну, видите, да, поскольку он хавает. Прямо вообще конкретно хавает. Может и хватить. Но посмотрим. Ну, что-то пошло явно не так. Во-первых, смотрите. Эффективность приручения 50%. Сразу же стало. То есть, эффективность приручения сбилась. Во-вторых, 6 карбальневесов, походу, очень мало. То есть, просто 56% давления. Эффективность, я думаю, сбилась из-за того, что у меня... Ну, типа, закончилось 100 хп. То есть, он не убивает, как я понимаю. Он не может убить, хотя фиг его знает. Но, черт, ну вот, пожалуйста. Он перестал, да, атаковать. Ну, в общем, очень все сложно в этом плане. Очень все сложно в этом плане, что... Непонятно, что делать. Е-е-е-е-е! А вот я, походу, их могу завалить. Ну, я хотел проверить. Могу ли я? Не, нифига, я с кулаков... А, у меня же урон-то не прокачанный. Кстати, а давай проверим заодно. Е-поведение. А, я могу им это... Чё-то... Чё-то могу им... Сетовать. Ну, ясли... Что-нибудь дало... Нет, так же осталось 56 и 6. Ну, окей. Этот блин, как говорится, комом. По-новой. Только нужно, получается, чё? Ещё 6 карбонемесов притомить. Так. Теперь. У меня 6 дополнительных ещё R карбонемесов. Да, вот такие они прикольные, клёвые. У них на панцире узоры разные. Конечно, график у меня смылилась к чертям собачьим. Но, допустим, здесь уже намного лучше видно. Они у меня бессилил. Ну, как бы разницы никакой нету. Так же и вкачал. Что-то же разницы никакой нету. Сейчас... Да, построил вот это. Загончик маленький. Бежим снова искать. Искать Ноглина. Ноглина я только бежим искать по левелам. Вот. 116 левел. Ей! Погнали! Ой! Взлетай! Снова. Цепляемся за него. Так. Вот он, Ноглин. Ближе. Отлично. Один ПКМ Правая кнопка мыши И вуаля Мы уже можем спокойно лететь Обратно Благо недалеко Подлетаем Сбрасываем И все в порядке Вот только что-то В этот раз я как-то фигово вижу Что там и как там Ну кстати можно через альт Попробовать Вот так уже получше видно О Десантируем Халобысь Отлично Попал куда нужно Аж наполовину с десантируем Так Ну что Пробуем еще раз Только на этот раз соответственно что делаем Правильно сразу же оглушаем Чувакам и чтобы не убить Я взял дубинок И и и и и Так Да Тут еще попасть бы Помудриться Так вот раз я Не разрушу постройку А подниму ее Потому что мало ли вдруг пригодится Ждем Не забываем ставить На пассивку Динусов Ну и в ожидании Чуда Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok